Я вам делаю замечание. За что? За то, что вы нарушаете порядок судебного заседания. За напоминание принципа равноправия? Это не проявление принципа неравноправия. Это закон, которое вы себе допускаете. Вы паспорт Булгакова видели три раза, а я вас еще ни разу не видел. Я вам делаю второе замечание. Последовало ваше участие в данном судебном заседании прекратиться. Вам это понятно? Ничего не понимаю. Тогда продолжим. Он тут главный, ты что? Я так хочу. Сейчас я вас не вижу в лицо. Я вас вижу в маску. Я хочу удостовериться в личности ответчика, представителя ответчика. И ваш паспорт тоже отказываете, да, предоставить? У нас равноправие? Нет. Я задал вопрос. Нет, так нет. Скажите. Да, нет. А у вас отсутствует техническая возможность? А вот ноутбук у вас стоит. Сиди Рома. Где вы в нем? Видите ноутбук с собой? Я думал, на суд это обеспеченный. Может, помочь? Есть все-таки ноутбук? Ну, я уже думал, совсем бедный суд. Вроде все на лексусах ездят. А ноутбука нет. У вас там магазин, что ли? Ну, гараж. Там, где касса. Чего? Второй ноутбук есть. Ничего себе. И внешний дисковод. Исправление. Брунусский вообще не исследует ничего. Исправление не заметил. Применение физической силы. Нецензурной бронью. А видеозапись следили? Зачем? Вы его не исследовали. Он не имеет юридической силы. А видеодоказательства, они неоспоримы. Если вы их отвергнете, вы просто нарушите все принципы правосудия. Я возражаю. Требуете слова внести в протокол. В хранитых свидетелей нет. Вы же просили в прошлый раз. Вот я двух свидетелей нашел. Я не обязан обеспечивать их присутствию. Так суд должен обеспечить. Я хочу воду за ручку приводить сюда. А если их на работе не отпустят? Лица, участвующие в деле, а не свидетели? Так пригласите. Они будут участвовать. Я не знаю. Я не понимаю. Мне нужно время, чтобы ознакомиться. Это неправда. А где доказательства? Даже несмотря на то, что от сыра копирована, видно, что свежая. Вам так не кажется? Интересно вы исследователи. Имеет признаки фальсификации. Возражаю, вы не полностью посмотрели это видео. Есть им неустановленных лист в масках. Не предъявляет ни одного документа. Также в первом акте тоже есть исправление. На каком основании действовали? Тоже не прописано. И куда-то подевался Плешков, который непосредственно отключал. Кто такие пришли? На каком основании? Ни распоряжения, ни приказа. Вообще ничего нет. Видео-то смотрят? Полный игнор. Зато честный ответ. Я могу ознакомиться с материалами дела? Тоже игнор. Честный ответ. Он понял, что лучше молчать. Всем привет. Хочу напомнить, кто такой Бурлуцкий Игорь Викторович. Три года назад меня незаконно задержали. Вынесли все вещи из квартиры. Поместили на 10 суток камеру. Потом не выпускаем на свободу на 12. И потом поместили в психиатрическую больницу. Не имея совершенно на это оснований. И туда пришел вот этот Бурлуцкий. И прям в первой палате, звукоизолированной, провел якобы выездное совещание. Они туда флаг все принесли. И тогда я у него истребовал бумаги какие-либо, подтверждающие, что он является Бурлуцким. И у него есть полномочия суди. Прямо так и сказал. Документы на стол. Ну, после чего меня вывели. Сказали, типа, он неадекватный и все такое. В общем, он присудил. Бессрочное принудительное лечение. Хотя по закону обязан был определить срок. То есть пожизненное лечение психиатрической больницы. Мы, естественно, подали апелляцию. И через 62 дня я вышел оттуда по решению апелляционного суда. Решение Бурлуцкого было полностью разбито. Видео об этом тоже есть. Можете посмотреть. Называется «Председент Россия. Отмена бессрочного принудительного лечения». То есть благодаря Бурлуцкому я провел 62 дня в закрытом медицинском учреждении. Без прогулок. Постоянно меня провоцировали. Не кололи, не пичкали, не лечили. Но вот 62 дня удерживали. И я там очень многое насмотрелся. И мне там чуть было глаз не выкололи. Карандашом. На том первом заседании, вот можете посмотреть видео, называется «Геноцид. Суд. Психиатрия над живыми людьми». То есть они предоставили аудиозапись. Можете послушать, как это происходило. Как лихо они выносят незаконные решения. И при этом адвокат назначенный, якобы государственный, Дериндяев, пошел против своего подзащитного и сказал «Да, его нужно лечить». Запоминайте их всех. Вот главврач Новиков Андрей Петрович, адвокат Дериндяев Олег Васильевич и Бурлуцкий Игорь Викторович. И там же была Ширяева Ирина Петровна. Это старший помощник прокурора. А теперь смотрим, как прошло второе заседание. По моему иску, к управляющей компании ООО «УК Дезвежер» о незаконном отключении от электричества. Че, поехали? Поехали. Привет. Снова ты. Ты один сегодня? Вот всегда бы так было. В смысле бросил? Он тут главный. Ты че? Что? Я так хочу. Че, тебе бумажку дайду, да? Да, да. Без оборота на меня. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый раз я вас увидел в лицо. Как стражик, смотрим друг на друга. Нет, то есть, сейчас я вас не вижу в лицо. Я вас вижу в маску и в глаза. В маску, пойдите. Видео не смотрели? Так мы что смотрели? Маску надел. Че вы здесь занимаетесь? Вот почему-то его очень напугал. Вот это настолько это. Без маски никак? Нет. Под принуждением, под вашей ответственность. Все? Берешь. Да, добро. Здравствуйте. Жду рассмотрения дела. Я же говорю, рассмотрения дела жду. 17.00. Добро, добро. Давай. Здравствуйте. У вас там магазин, что ли? Ну, гараж. Там где касса? Там магазин. Вот. Возьми, ты, 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 ты. Позже. Ну, давай. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, перед началом судебного заседания, естественно, у вас какие-то радости имеются? Я хочу удостовериться в личности ответчика, представителя ответчика. Суд установил личность ответчика? У нас разноправие. Суд уже установил личность ответчика? Так я, естественно, такой же участник, как и вы. Послушайте, если вы будете нарушать порядок судебного заседания, вы будете удалены из зала судебного заседания. Понимаете? Нет, я задал вопрос. Нет, так нет. Скажите. Да, нет. Я вам сказал, что суд установил личность ответчика в судебном заседании. И ваш паспорт тоже отказываете, да, предоставить? Я вам делаю замечание. За что? За то, что вы нарушаете порядок судебного заседания. За напоминание принципа равноправия? Это не проявление принципа неравноправия. Это история, которую вы себе допускаете. Вы паспорт Булгакова видели три раза, а я вас еще ни разу не видел. Я вам делаю второе замечание. Следующее, ваше участие в данном судебном заседании прекратится. Вам это понятно? Ничего не понимаю. Тогда продолжим. Итак, ходатайся не поступила. У меня есть ходатайся. Заявление, которое поступило до начала настоящего судебного заседания. Это заявление Булгакова, Антона Николаевича, о приобщении с материалом дела вещественных доказательствах. Прочит указывать, что им были фиксированы обстоятельства рассмотрения дела на телефон ВИВА. В 1915 видеосъемка велась постоянно в автоматическом режиме. На указанной видеосъемке зафиксированы факт дрожания рук не установленного лица назвавшего фамилии Кришкова, при отключении создания угроза которого в замыкании угроза пожара. Факт изъятия общедомового имущества в виде электропроводов. Факт отказа участвующих неустановленных лиц предоставить какие-либо документы. Факт истребования и сон документов неустановленных лиц. Факт обвинения физической силы и присоединения установленных лицом, похожих на представителя ответчика. На этом основании просят внести протокол судебного заседания в полном время заявления о приобщении к материалам дела и вещественных доказательств, и приобщить к материалам дела с идеологически и с видеозаписами в виде вещественных доказательств, исследовать вещественные доказательства и в виде записи, заслушать неудачу других лиц, участвующих в процессе. По результатам рассмотрения настоящего заявления, вынести определение, которое действительно медленно после его вынесения, приобщить к материалам дела и это заявление о приобщении к материалам дела и вещественного доказательства. Итак, представители, как ищут партнеры, это существует вещественное. Объезжая приобщение, данные вещественные доказательства уже имеются в виду дела, такие как акты от отключения электроэнергии, в которых указаны все лица, которые присутствовали при отключении электроэнергии. Другой Анатолий Николаевич. Это записи, которые были сделаны какого числа? 2 и 3 февраля в ходе отключения. Весь процесс полностью. В связи с применением физической силы, нецензурной бранью и другими словами, неприятными для любого человека. А вы мне скажите, вот эти вот видеозаписи, эти обстоятельства, которые вы пытаетесь подтвердить этими видеозаписями, они больше никакими другими обстоятельствами не могут быть подтверждены? Ведь вы о чем говорите? Вы просите взыскать компенсацию морального вреда и просите признать незаконными действиями по отключению. Отключение у нас, как мы в прошлом судебном заседании, производилось и оформлялось актами об отключении. Но, во всяком случае, один из актов, который будет представлен в прошлом судебном заседании. А видеозаписи это зачем? Я считаю, что акт оформлен ненадлежащим образом и не имеет юридической силы. Вы его не следовали. Я его на следующем заседании следую и предоставлю вам все доказательства, что он не имеет юридической силы. А видеодоказательства, они неоспоримы. Если вы их отвергнете, вы просто нарушите все принципы правосудия. Я пока еще выясняю их относимость к настоящему спору. Она кем эта видеосъемка велась? Мной. Маме она велась? Да. В видеосъемку. Ну что же, пусть присутствует материал, где он крепче нам будет. Далее, заявление о вызове свидетелей. Оглашается. Подано Булгаковым Антоновым Николаевичем. Указывает, что прекращение электросмотрения причинило ему существенное неудобство, физические, нравственные страдания, выразившиеся в невозможности использовать электротреборию, невозможности пользоваться освещением живого дома в темное время суток, нервным переживанием, потерей сна, аппетита. Через чем считают необходимо пригласить суд и допросить в суд свидетелей заслушать мнение других лиц по поводу руководства, выставили свидетельство, вынести к этому поводу определение и приобщить материалом дела данное заявление? Ваше мнение по существенному зрению? Считаю необходимость приглашения из-за каких-то граждан, как бы назвали, дало отсутствовать, так как нового не подтвердить данный факт, ничего не смог. Включение электроэнергии было, задолженность была, что они могут подтвердить, что задолженность у него была, или что они умерли отключение электроэнергии, я возражаю вам счастье. Ну, что ж понятно. Скажите, эти свидетели, эфирка обеспечена? Так суд должен обеспечить. Нет, у нас в соответствии со статьей 56 Граганского продукционального кодекса доказательства предоставляется сторонами, поэтому на вас легало время обеспечения участия. Не знаю, я в предыдущие все заседания, у меня штук 40 было, я вот так подавал, вы откладывали заседание, вызывали свидетелей повесткой официальной. Понятно. Я их еще буду за ручку приводить, а если их на работе не отпустят? Ну, послушайте, вы подали исковое заявление 5 марта, нет, прошу прощения, 2 марта 2021 года. У нас уже к концу подходит двухмесячный срок, предельный срок процессуального рассмотрения гражданского дела, а нарушение процессуальных сроков является недопустимым. Поэтому, начиная со 2 марта, вы не лишены были возможности либо самостоятельно обеспечить участие указанных свидетелей в суд, либо попросить суд выдать вам повестки для вручения этим свидетелям, чтобы они смогли оправдать свое отсутствие на работе. Я так понимаю, свидетелей на сегодняшний день вы участие не обеспечили. Я не обязан обеспечивать их присутствие? Конечно, не обязан. Поэтому удовлетворение вашего ходатайства будет отказано. Я возражаю. Ваши возражения фиксируются сейчас на... Требуете слова внести протокол, вы нарушаете право на защиту, на дачу, на приобщение доказательств. Я бы хотел пояснить, но вы уже отвергли, в смысл пояснить. Ходатайство у вас еще какие-либо имеют? У меня есть вопросы. Вопросы я вам предоставлю возможность задать стороне ответчика. Ходатайство у вас есть? На данный момент нет. А, ну, есть ходатайство, это отложить заседание в связи с тем, чтобы более тщательно подготовиться к делу. Мне нужно подготовить еще много ходатайств. Я насчитал бы где-то 15 штук. Понятно. Ваше мнение о том, что заявлено в ходатайстве? В ходатайстве в отложении рассмотрения данного судебного заседания считаю необходимое доказательство, так как материал этого содержит полный доказательств, который подтверждает в сторону ответчика. Выглядит, я имею в виду, отключена закона, и 2-го и 3-го считаю, что обысковые требования компенсации морально на размере 500 тысяч, ответчика я не могу сказать. Ну что ж, я вместе определил. В соответствии со статьей 169 Гражданского процессорного кодекса, там перечислены основания, по которым судебное разбирательство может быть отложено. Как то, например, невозможность рассмотрения дела в отсутствии каких-либо лиц, участвующих в деле. А у нас лицами участвующих в деле является естественная вещь. Да, ну там прокурор, там например. Так вот как раз свидетели материального ущерба должны были подтвердить. Лица, участвующие в деле, а не свидетели. Так пригласите. Они будут участвовать. Отсутствие в деле каких-то необходимых доказательств. Отсутствие доказательства материального ущерба. Вы же просили в прошлый раз, вот я двух свидетелей. Придевление встречного иска, привлечение к участию в деле других лиц, третьих лиц, совершение иных процессуальных действий, возникновение технических неповарок при использовании технических средств связи. Вы ни одного основания для отложения судебного разбирательства, перечисленного в статье 169-й, не назвали. А то, что вы назвали, это основанием для отложения судебного разбирательства не является. Вам была предоставлена возможность, начиная с марта 2021 года, заботиться о том, какой объем доказательств вы 21-му, еще даже апреля, то есть, по идее, это дело должно было вчера быть рассмотрено, предоставить для исследования судом. Вы воспользовались своей возможностью, так и воспользовались. Я так понимаю, что сегодня у вас есть тот объем доказательств, который у вас в наличии есть. А от того, что вы считаете, что вам еще нужно какие-то ходатайства заявить перед судом, это основанием для отложения судебного разбирательства не является. Итак, у вас какие-то ходатайства нет? Да, является КВТ при общении к материалам дела акта о подключении коммунального услуга для банку-потребителя на 3 феврале 2021 года, а также акта о проверке квартирного электросчетчика на 3 феврале 2021 года. Я бы хотел исследовать данный документ. Ну вот, мы его сейчас исследуем. Я бы хотел ознакомиться дома. У вас есть отношения какие-то есть? Да. Против приобщения? Скажите, вы считаете, это доказательство неотносимо? И в чем суть ваша? Я не знаю, я не понимаю, мне нужно время, чтобы ознакомиться. Хорошо, суд на месте определил приобщить к материалам дела акта о подключении коммунального услуга от 3 февраля 2021 года, а также по акту о проверке квартирного электросчетчика от 3 февраля до 1000. 21 февраля 2021 года. В этом году был объявлен перерыв со стадии исследования доказательств. Даже более того, со стадии выяснения наличия дополнительных доказательств. У нас есть дополнительные доказательства. Сегодня появились вот CDR-диск, который был представлен в СССР, и акт о подключении коммунального услуга. Соответственно, они и будут исследованы. То есть это акт от 3 февраля 2021 года, составленный в том, что в связи с непогрешением потребителям, благословикам, благословикам, в течение установленного предупреждения срока комиссии при наличии технической возможности вводит ограничение предоставления коммунальной услуги электрической энергии в помещение проспект Комсомольский дом 21, квартира 16, путем установки пломбы в электрическом оборудовании находящемся в новой квартирном доме за пределами помещения, в котором пользуются предупреждениями предоставлением ему коммунальной услуги. Умень от составления настоящего акта ИПУ электрической энергии 45897,8 кг в час. Подписали члены комиссии Матюшенко и Диктерио Феничкина, а также, видимо, жилец квартиры 2 в доме 21. Так же исследуется акта ИПУ электрокуртирного электрического счетчика 2021 года. Потребитель от подписи оказался и подписал его представителю ГОЛ-2 Диктерио Феничкина. Это неправда? У меня не было там 3-го числа? Я просто озвучил его в этом акте. А где доказательства? Там двое понятых подписались? Скажите, вы сегодня предоставили DVD плюс H диск марки Кодек на 120 минут емкостью 4,7 гигабайта. У вас есть какой-то прибор, на котором можно его исследовать? А у вас отсутствует техническая возможность? А вот ноутбук у вас стоит, CD-ROM. Это ноутбук, загружен на него программный жоплекс Амфемида для введения аудиопротокола. Так, и что, у него нет CD-ROM? Его невозможно отключить для того, чтобы просмотреть на видео. Ну давайте отложим на 2 дня, я принесу ноутбук, в чем проблема? Обеспечу вас. У вас есть сейчас возможность? Да, где вы? Видите ноутбук с собой? Понятно. Я думал, у нас суд это обеспечен. Девятый переверк минут. Даже несмотря на то, что от сыра копировано, видно, что свежее. Вам так не кажется? Исправление. Бургузский вообще не исследует ничего. Исправление не заметил. Пронятых свидетелей нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Что, есть все-таки ноутбук? А сейчас я даже посмотрю. Какой-то нашел. Ну вот, я уж думал, совсем бедный суд. Вроде все на Лексусах ездят, а ноутбука нет. Мне бы хотел пояснить свои слова под протокол. Вот, последнее, о чем общались, я сказал, что меня там не было. Я думал, это речь шла про 15-е число. 3-го числа я там был и снимал, фиксировался на видео. Что, второй ноутбук есть? Да. Ничего себе. И внешний дисковод. А что я тогда с собой буду носить? Если у вас связь. Может, помочь? Нет. Как-никак, 25 лет я монтирую наутбуки. Итак, на диске имеются два файла. ЖКК ТРОВ 2027.203. Ее подлогательность 51 на 1000 килобайт. И второй ЖКК ТРОВ продовольтельность 498.187 килобайт. Давайте, первым начинаем. От какого? Это второго числа сначала, да? От третьего? Ну, 2021.02.03. Давайте 0.03. Вот как раз по акту пробежимся. Я вам докажу, что акту это имеет признаки фальсификации. Здравствуйте. Здравствуйте. Какое же дела? Дальше отключайте меня. Вот что-то есть, какие-то документы. А что документы? А мужчина, представьте, с вас там нет фундамента. Как вам идут? Помимо, имя отчества? Сотово, выключите. Помимо, имя отчества? Вперёд, не бойся. Так? И вперёд, не бойся, и вперёд. А кто отключает непосредственно? Помимо, имя отчества назовите. Ксина. Пускай они назовутся. Пускай они. А? Как вас зовут? Роман. Юшков или Бешбур? Перематайте. У вас записано с чем? Вы понимаете, что вы уголовное преступление совершаете? Вы мне что выражаете, что ли? Возможно, вы кого-то наняли, но вы вчера присутствовали при отключении, и на сегодняшний день за фиксируем, что вы подключились к нашим сетям, нарушили все установленные номера. Подвергая жизнь, здоровая жизнь, собственникам, как противно. Так как у вас, возможно, у вас пожарные переходы. А то, что вы голыми руками, кого перебиваете, чего вы меня в рот затыкать? Вы голыми руками очень лазите, вы не опасаетесь, чтобы пожар устроить? Посмотрите, пожалуйста, на рыбалку. Вы пожарные ситуации вам за это устраиваете. Семнадцать, два, три, четыре, пятьдесят, пятьдесят. О, смотри, дать, прибежать. Показание, вы говорите. Четыре, пятьдесят, 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 семь. И что, вы так каждый день будете ходить? Да. Посмотрите, да. А вот смотрите, вот, нормально. У меня балка, все инструктивно. Вот, не-не-не, посмотрите, Григорий Александрович, вот посмотрите, если человек без маски, почему? А вы тоже без маски. Да? Так я только проснулся, где я вам в Москве. Да? Нет, а вы, вот смотрите, вот у вас директор без маски, а вас заставляете в масках ходить. А все, мы заставляем. Да. Никто не заставляет. Конечно. Да что вы говорите, вы сами себе предупреждаете, а вы в уголовной ответственности. В следующий раз сделайте так, точно так же будет, уголовная ответственность. Прямой ум и все. А что за... Одни документы? А? А чего вы меня в этот раз не будете никак называть? Да? А как вас называть? Вы хотите, чтобы вас... А вы хотите, да? Да. А вы хотите, да? А вы хотите, да? Что ж, вы не будете материться? Отойдемте мне просто. Что, вас нужно провожать? Вас часто мужчины провожают? Да. А? Григорий Александрович. Всего хорошего. Не буду я вас провожать. Я вам еще раз сказал, мне мужчины не интересуют. Я бы хотел прокомментировать. И исследуется второй хал. Сразу же? Исследуется второй хал. Интересно вы исследуете. Вы в предыдущем видео сколько женщин насчитали? Одну или две? Пару с продолжительностью 17 минут. Я не говорю такого, что деньги не принесут. Это пичатый на тропе. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем занимаемся? У вас происходит в заключении электронной геи. А вы кто? Я представитель в драч компании ДССД. Фамилии, имя, отчество? Конечно. Григорий Александрович. А, это вы, да? Иск подали? Да. Исковой сменой? Почему? Да. Удостояние покажите. Удостояние не имею. Покажите. Нету. Я покажу. А как удостовериться вашей должности? А что вы делаете? О, здравствуйте. Вероника. О, официально, электричество. Так вы не облачили за этот зал, за распространенного общественного коммунального службы? Да ладно. Правда, что... А решение отсюда есть? Будет? В смысле будет? Будет. Вот когда будет, тогда включайте. А сейчас вы что-нибудь? А сейчас вы что-нибудь? Да. Который не влюбило силу, да? И не было публикованства? Да. Силы применяются на всей территории Российской Федерации. Какая-то... А что? А где ваше кусачи-то, Вероника? Вы же обычно кусачками сережите. А? А? Сегодня кусачки... Знаете, сегодня отключается... ...когда где-то... ...способу, чтобы... А вы меня что, на телефон лично снимаете? Конечно. Это все... А это входит в ваше должностное положение? Что входит. Вы же снимаете. А вы на каком основании вообще? Ваше постановление 354. 6 мая 2011 года... ...ресса Российской Федерации. Это все ваши основания? Конечно. А приказ есть от директора? Какой приказ? Как какой? Какой приказ? Наряд на отключение. Конечно. Приказ. Так давайте. Где ваши документы? Внутренние документы. А? В смысле внутренние? Конечно. Так внутри себя, в своей сети отключайте по внутренним документам. У себя в сети. Это ваша сеть? Конечно. Документы покажите на вашу сеть. Покажите, что это ваша сеть. Что? Документы свои покажите, что это ваша сеть. Моя? Я не утверждаю, что это моя. Я утверждаю. А я утверждаю. Вы оплачиваете? Так я обязан что, вашим словам верить что ли? Вы оплачиваете за жилища коммунального условия? А что вы мне закрываете? Я вас не закрываю. Мужчина, представьтесь пожалуйста. Директор ЖЭУ 2. Директор ЖЭУ 2. Красивый? Вы меня красивым назвали? Ну а что нет-то? Вы очень симпатичный молодой человек. Извините. Меня мужчина не интересует. Поэтому меня красивым называть не надо. Я вам запрещаю. Вы меня слышите? А вы не имеете права меня запрещать. В смысле не имеете? Как вы говорите воле изъявлять? Я вас не склонял. А вот вы меня что-то склоняете. Красивым называете. Я вас еще пока не склонил. В смысле? Вы мне так говорили, что я вас куда-то склоню. Я вам разрешал меня красивым называть? А я у вас разрешение не обязательно спрашиваю. У меня уже неприлично стоять перед спиной. Я постарше. Вы знаете, я к вам не приходил никуда. Так вы встаньте. Вы ко мне пришли. Так у вас тут много. Как я куда не встану? Вот встаньте. Я куда не встану, я ко всем буду спиной. Нет. Вот вы встаньте. А фамилию, имя, отчество назовите пожалуйста. Я не встал. А я что-то не услышал. Вы были невнимательны просто. Ага. Что еще чекаты отключаете? А это, сейчас же судебный процесс идет. Вы же исковое заявление подали? Да. Ну а как я буду защищаться без света? В суде. В смысле в суде? Упрощенный режим. Мы вас уведомили о том, что вам необходимо оплатить задолженность. Какая задолженность? Задолженность возникает, когда судом доказано. Не обязательно. В смысле не обязательно? Судом доказано будет. И будет взыскиваться с вас в принудительном порядке на основании решения суда. А у вас есть? Вот тогда решение суда будет. Вы не перебивайте. Я вас дослушаю. А что вы руками махаете? Я вас дослушаю. Вы вообще в адеквате? Я вас дослушаю. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Алло. Да-да, отключают. Приехали все. Да-да-да. Здорово. Есть ли на что-то отдельное? Буквально 10 минут надо все видео полностью смотреть. Я вам потом поясню. Тут 17 минут. Последние 7 минут не надо смотреть. Вот как Григорий Александрович спускается по лестнице, произносит последнее слово. Все, дальше можно не смотреть. Я спрашиваю, на чем надо... Обратите внимание? Да. Есть что я получил? Есть отчет о доставке на вашу электронную почту. Да что вы говорите? Достаточно. Да что вы говорите? Тем более вы указываете... А где? Покажите. Покажите этот отчет. У вас где документы? Вы вообще без документов все делаете? Все с документами. Где? Покажите. Я хочу получить документы. Вы приходите со своего прекрасного телефона. Где? Триста пятьдесят четвертое постановление. Вот наш документ. Берите. Вот со своего телефона открываете. Ага. Я для вас должен открыть. Все слова, которые не говорят. Вы на каком основании отвечаете? Мужчина? Вы понимаете, что вы уголовное преступление совершаете? Вы представьте, пожалуйста, вот кто непосредственно отвечает? Берите. Берите. По миле? Юшко. Мужчина? Да. Утоков надо открыть. Какой-нибудь. Да? Первая сумма какая? Е- Юшко. Берите. 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 Не мелочь что? Владимир Николаевич. Берите. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я вам предлагаю пойти оплатить за жилищные коммунальные услуги, чтобы... На основании чего? Что на основании чего? Вы собственник этой квартиры? С чего вы взяли? Вам она как перешла? С чего вы взяли? Вам ее мама подарила или кто? Или папа подарила? А при чем тут мама, папа? Кто? Откуда у вас? Вы что вообще? Вы как себя ведете? Вы называете меня красивым? Что-то про маму, про папу начинаете говорить? Вам это не нравится? Не нравится? Не слушайте? А? Не слушайте? Я же про вашу маму и папу ничего не говорю. А вы их знаете? В том-то и дело, что не знаем. А я знаю. Кого знаете? Да, вашу маму очень прекрасно. А при чем тут мама? Григорий Анатольевич, при чем тут мама? Пускай я буду Анатольевич. Александрович. Вот, наконец. Григорий Александрович. Хоть что-то путает. Да я это, постоял, мне надо несколько раз назвать, чтобы запомнить. Мы все уже запомнены. Я вопрос сказал, при чем тут мама? Вы собственник этой квартиры? А вас это не касается, откуда у меня эта квартира? Вы собственник этой квартиры? Ладно, не касается. Вы и сказали, что я собственник. Доказательства есть? Конечно, есть. Покажите, покажите, где ваши доказательства? Вот это что за документы? Они меня касаются? Нет? Там есть фамилия Булгаков? Нету? У вас родители Булгаковы фамилия? Фамилия Булгаков там есть? Разрешите, я пройду. Пожалуйста. Вас не касается, если не касается. А что вы там записывали, если не касается? Где у вас все документы? Это что за акт? Акт предоставьте, копию акта предоставьте. Обязательно вам будет все предоставлено. Так сейчас предоставьте. Вы на каком основании отключаетесь? А что вы мне это? Не надо прикасаться. Да я к вам не прикасаюсь, ничего не делаю. Да господи, да вы чего будете? Конечно, а куда деваться? Вы смотрите, как ограждаешься. А что вы ко мне подходите? Я к вам не хочу. А где вы подходите? А? 256. Вы там стояли, а что вы сюда перешли? А вы там стояли, а что сюда перешли? Так мне вон, охота и акт, посмотри, что это за акт вообще. На расстоянии. Что, провода себе заберете? На память? Конечно, вы когда оплатите, приедем, поставим заново. Чего оплатите? На каком основании? Что на каком основании? Где счет фактуры? На основании гражданского. Где подпись директора? Где подпись бухгалтера? О чем? Где лицензия? О чем? Лицензия, все в документе. Что значит о чем? Я вам что, на словак должен платить что ли? Вы посмотрите на себя, у вас нет ни одного документа в руках, ни у кого. Вам какой документ нужно? Как какой? На основании чего платить? Вам жилищный кодекс принести, гражданский кодекс принести. Где уведомление об отключении? Посмотрите на свою электронную почту. В электронном виде? Конечно. Так и отключайте в электронном виде, идите вон через интернет и отключайте. Ну, мы считаем отключить электроэнергию таким способом, который возможен на основании закона. Вы же подчиняетесь законам Российской Федерации? Не подчиняетесь? Нет? Вот это очень плохо и печально. Кто сказал, что я не признаю? Вы это утверждаете или предполагаете? Так, ну вы говорите о том, что вы не признаете. Это 34-е постановление о том, что я не признаю. Кто сказал, что я не признаю? Кто сказал, что я не признаю? Итак, это были все доказательства, которые были представлены? Возражаю, вы не полностью посмотрели это или нет? Для меня достаточно. Итак, это были все доказательства. Переходим к премиям. В премиям что желаете сказать? Напоминаю, что в соответствии с регламентом 3 минуты на премиям. Вы нарушаете мое право. Там как раз видео идет о применении физической силы представителям ответчика. Он там, по моему мнению, выражался нетензурно, произнес одно слово. Ни один документ не предоставил. Я, действуя на основании права собственности, вышел, смотрю, в электричестве семь неустановленных лиц в масках, не предъявляют ни одного документа. Начинают отрезать провода, то есть повреждают общедомовое имущество. Изымают их, повреждают. Я не знаю, с дрожащими руками. Вот этот Плешков, кстати, он в акте отсутствует. Его здесь нет. То есть акт не соответствует действительности. Другой акт от 3 числа. Вот эта женщина, Кирш. Ее вообще на видео нет от 3 числа. Вы в этом убедились, вы его полностью посмотрели. Там, скорее всего, есть Янечкина, а вот Кирш там нет. То есть она тогда не присутствовала, а почему-то здесь расписалась. То есть я считаю, что этот документ, он, это, не соответствует действительности. Плюс тут есть исправление. Также в первом акте тоже есть исправление. Документы с исправлениями недопустимы при исследовании в суде. Не требую вообще изъять эти, исключить, как доказать, недопустимые, недостоверные и несоответствующие действительности документы. Я еще тут много чего могу назвать. Полномочия непредставленной личности невозможно установить. На каком основании действовали, тоже не прописано. Второй акт тоже не соответствует действительности. 3 числа присутствовали четверо мужчин и одна женщина Янечкина. А тут откуда эта вторая женщина возникла и куда-то подевался Плешков, который непосредственно отключал. Нет его здесь. И фирмом акте его тоже нет. Вот он непосредственно отключал, он представился на видео. Его здесь нет. Акт, я считаю, вот я тогда требовал, говорю, дайте хоть одну бумажку, хоть что-то покажите. Удостоверение там, я не знаю, протокол, решение. Там эти все слова есть. Вы просто не хотите их смотреть. Вы реально, стец. У вас минута осталась. Не перебивайте, пожалуйста. Я вас не перебиваю. Остановите, когда заистечет минута. Вы меня в смысле сбиваете? А вообще я вам делаю ходатайство. Перебивайте меня, пожалуйста, почаще. Я вас очень об этом прошу. Народу очень нравится. Очень много комментариев оставляют по поводу ваших перебиваний. Не будете? Или стесняетесь? Я, естественно, я смотрю какие-то неустановленные лица. Кто такие вообще? Тогда Григорий Александрович я впервые увидел. Кто такие? Я вообще не знаю. Никаких документов мне не предоставили. У меня тогда ни протокола, ни решения, ничего не было на руках. Ни в сферокопированном, ни в оригинале, вообще ни в каком виде. Кто такие пришли? На каком основании? Ни распоряжения, ни приказа, вообще ничего нет. Естественно, я посчитал, что они незаконно все это сделали. И судя по бумагам то же самое. Акты не соответствуют действительности. Я требую их исключить из материала дела. Ваша позиция весна. Присаживайтесь. Вы что-то в тренинг взяли? Да. Хочу вам сказать, что отключение электроэнергии 2-го и 3-го числа в собственном квартире номер 16 в 21-м доме по проспекту Комсомольский Булгарькову Антонову Николаевичу было произведено законно. Я считаю, что материал дела содержит исчерпывающие доказательства законности данных действий. И прошу суд отказать от исполнивания. Суд в полном объеме. Рефик есть? Я хочу, чтобы иск был удовлетворен в полном объеме. Вы право, время предварительства? Нет, ваше честное. Суд удаляется в совершенном порядке. Вы приняете решение. Игорь Гаврилов Александрович, видео-то смотрите на канале, полный гнур. Зато честный ответ. Никак при отвлечении. Итак, оглашается решение 22 апреля 2021 года именем Российской Федерации Суды и городской судсоставе, представительствующий судьи был выпускал без секретаря Павла Марьева в сучастием СССР Булгаков, представитель и ответчиков МТФНГ, руководствуясь статьями 194-199 Гражданского профессионального кодекса Российской Федерации, решил исковые требования Булгаков Антона Николаевича к обществу с ограниченной ответственностью УКДС уже о признании законными действиями по прекращению подачи электроэнергии, о возложении обязанностей восстановить электроснабжение, взыскании и компенсации морального бреда, оставить без удовлетворения. Решение может быть окружено в течение месяца дня принятия решения осужденного окончательной формы. в суд МАОРГБ, причем подачи электроэнергии через Сульгутский городской суд. Судебное заседание окончено. Благодарствую, Игорь Викторович. Я могу ознакомиться с материалами дела? Тоже ингнор. До свидания. Всего хорошего. Я сегодня направлял в разделение на знакомление с материалами дела. Могу ознакомиться? Или они не прошиты еще? Нет, они еще не прошиты. А вы же есть мы? В понедельник будет все готово, подойдете. А сегодня что, четверг? Да. Четверг. Протоколы будут будут в понедельник. Я вам позвоню, придете. Ага. И аудиозаписи будут? Да. Только у нас две аудиозаписи, да, получается? Добро. Позвоните мне, пожалуйста. Жду звонка. До свидания. До свидания. Бритворился. А ты как думаешь? Я не знаю. В смысле? Вдруг произошло чудо. Да, произошло чудо. В том, что чудо не произошло. Матюшенко в конце, при выходе, сказал, до встречи. Двояко. Либо угроза, либо это. Я с ним не забираюсь встречаться. Я же ему сказал, что меня мужчина не интересует. А он мне говорит, до встречи. Что, опять собираешься перейти и отключить? Или что? Я использовал совет Виктора. Он мне три минуты дал на прение. Я говорю, говорю, он говорит, у вас минута осталась. Я говорю, что вы мне перебиваете? Скажите, когда закончится, и все. А вообще нет, давайте. Я говорю, я вам делаю ходу-то. Перебивайте меня почаще. Народу, говорю, очень нравится, когда вы перебиваете. Молчит. Честный ответ. Он понял, что лучше молчать. Первая стадия, это говорить, что попало. Вторая, это молчать. По-честному. Третья, это по-человечески общаться. Третья, это по-человечески общаться. КОМОНИТЕЛЬЯ Продолжение следует...